всем привет еще раз сегодня наш урок называется перфекционизм и приоритеты поговорить об этом нужно потому что мы уже подходим к концу нашего обучения на его же сценария вот и пришла пора поговорить не только о том как писать но и о том что как себя настраивать чтобы писать прежде всего давайте сразу разберемся ситуация которая у нас возникла исчерпана на меня ну типа все бывает вот все случается рабочие моменты все понятно у меня просто на фоне любых нервов жутко обостряется хроника и поэтому я всегда стараюсь себя очень беречь психологически поэтому я иногда реагирую острее чем она нужна просто чтобы себе мозги защитить вот значит это тоже чем сейчас быть грим не имею отношения напрямую сценарному мастерству потому что это скорее такая психологическая штука это то вот эти две вещи это то что сильнее всего мешает сделать нормальную историю у литератора как мы как все привыкли как на школе учили вот там пушкин написал онегин давний мой приятель родился там на брегах не выда ну вот вот отсюда ничего вычеркнуть нельзя ну вот тут каждое слово поменяешь нарушится стиль стопы ямбы хореи все они получаются то же самое касается там любых произведений там толстого гоголя это не совсем нас учили не совсем верно дело в том что эти истории многие имели свои редакции например цензурные ограничения и например если смотреть мертвые души там есть разница большая между тем что было написано в оригинальной версии тем что было в цензурной версии но штука в том что эта информация и этот навык а именно вылизывание своего сценария до блеска а он не просто не нужен он опасен для вашей работы сценарная работа я даже себе написал чтобы с вами поделиться это не это не робот это не какой-то жесткая заготовка которая вот написал ямбом и все эти рехаре и не перейти сценарий это очень гибкая структура в нем очень много что должно меняться в нем очень что много что постоянно меняется вплоть до того что в нем очень много что меняется в последний момент и уже ничего сделать с этим нельзя и он должен это не просто позволять он должен в идеале конечно он должен делать так что от этого только лучше становится поэтому важно сценарист держит не каждое конкретное слово в голове он держит не каждую конкретную там что сказал персонаж он держит общую структуру и если общая структура что в ней не поменяй сохранять стоит хороший сценарий а если мы боремся за каждую фразу за каждую запятую тот плохой сценарий он просто он как плохо он плохо постановочный то есть давайте даже напишем хороший сценарий это нехороший текст не красивые фразы не точные фразы хороший сценарий это то что легко что понятно как снимать и стали работать много людей и каждый из них должен открыв его найти ответ на свой вопрос например что мы где мы снимаем какие детали мы снимаем что изменилось персонажи какой другой грим это все должно быть понятное сценарий если это все написано на уровне ну там у ольги вообще они пишут они ольги вообще они пишут еще жесть они пишут типа мошков хотя там не мошков мошков просто типаж актера мошков пошел там в срань и там сделал фигню вот так это называется это на полном серьезе так ну я там преувеличил конечно но общий смысл такой все понимают что делать знают а мошков это актер срань это вот то место которое мы найдем еще не знаем что а фигня это вот тоже есть действия какой-нибудь там предложение ольги соответственно почему перфекционизм сценаристу вреден потому что придет татьяна скажет тут так нельзя придет оператор скажет мы так не можем снять придет режиссер скажет у меня столько нет людей придет продюсер скажет мнение столько денег и скажет ну вот ты сможешь эту же самую сцену где вот хоббиты идут в мордор и с них сверху падают орлы и камни и орки бегут толпой ты можешь это только чтобы дома вот и и короче и вот чтобы это было дома все происходило и мальчик девочка за столом если не может а ты плохой сценарист а вот такая вот за такой вот закон поэтому ребята отучайтесь от перфекционизма он не нужен он не нужен он опасен мало того что вы сами себя загоняете ситуацию по типу мы не можем этого сделать потому что это плохо ну и хрен с ним плохо дальше поехали но главное вы мешаете людям которые будут ставить вас вас поставить потому что люди которые будут снимать они будут такие так ну чё у нас тут три орла а у нас есть только один орел что делать будем выиграть нет это моя задумка должно быть три орла потому что это вера надежда и любовь я вообще часто болты говорю вы понимаете да чем я говорю вот сценарий должен быть так написан чтобы там от три орла два орла синица дата план все че удастся народить продюсер она бы все работало вот если это работает значит хороший сценарий если пришел не знаю консультант пришел оператор пришел режиссер пришел актер сказал я не могу сказать эту реплику а вы не можете ему сказать ну ладно скажи по своему это плохой сценарий поэтому перфекционизм опасен в отличие от литературы где там поэтессу понятно поэтому написал вот написал по-другому никак сценарий должен быть написан 150 разными способами и вообще ему это не должно мешать все равно как не сделай мысль остается и второе больше имеет отношение к тому чем мы говорили это вопрос приоритетов то есть я вот себе вот видите написал вот все ваши правки каждому биту я все записал кто чё написал кто куда написал кто чё думает штука в чем нельзя все учесть есть объем строки если она тут написано героиня короче если героиню зовут зовут дудык дудук ее не могут звать маша и так касается всего если мы берем там не знаю отпевание дам либо поют либо одну песню будет либо другую песню поют нельзя сделать все если приходит 5 человек говорят хочу вот это хочу вот это хочу вот это а третий говорит это так вообще невозможно мы двигаемся с места потому что непонятно что приоритет вот например в данном случае вот я даже написал поэтому для идеи для сценария да поле сценарий давайте запишу для сценария полезный нужно будет привлечено у нас есть высказывание все что на него работает все показываем все что работает все показываем внимательно преувеличены подробно все что не работает на сценарий убираем все что не работает или опровергает мешает развиваться событием убираем или уводим на задний план или отдаем антагонисту вот теперь соответственно весь объем информации представить невозможно нужно выбирать в нашем случае я буду выбирать то что в но условно говоря мне не нравится в мужской культуре мне не нравится ее патриархальность поэтому мои грани будет с ним бороться значит ну в конце начала не будем это то что я имел сказать по поводу всего что произошло и по поводу того что важно и сейчас мы с вами попробуем я не брался за отрывок разобрать один отрывок из битов который не изменился у меня в новой версии потому что я полностью переделал сценарий после того что вы мне написали и ну мне пришлось это сделать потому что я перестал понимать что происходит и мы разберем вот такой отрывок который очень занятный он содержит в себе две фразы в бите который имеет смысл разобрать и показать вам как это работает а потом я возьму ваши предложения из ваших правок и мы попробуем разобрать их точно так же и так отца хоронят лицом вниз чтобы не ходил героиня теряет возможность не общаться больше он ее не услышит у нас есть замечательная книга николай несимова вот я даже вставил кусочек который отвечает за то что происходит спокойно как хоронят покойника который расходился кладут в железный предмет давайте напишем как хоронят кладут железный предмет кладут железный предмет на грудь сыпят сыпят маг поворачивает ничком так это я только по памяти сейчас скажу еще убивает осиновый кол вот раскол железный предмет раскол эту сковороду вбивают осиновый кол осиновый кол в могилу и того вот надо там не кстати кстати вот это вот себе написать маг маг отверстие в могиле вот вот даже есть ссылка садыков садиков далее чтобы это произошло нужно чтобы что во первых это было несколько человек нужно дойти дойти от дома до кладбища процессе нужно соответственно что дойти до могилы совершить эти манипуляции дать понять героини то есть героиня что дальше героини это видит узнает героиня что отец больше ее ненависти героиня переживает по этому поводу героиня что-то делает поэтому вот посмотрите сколько всего должно произойти я уже молчу о том что вот это вот все где сюда вот лично вот это все давайте посчитаем сколько здесь всего нужно дойти от дома допустим это может быть другая сцена но все равно это ну какое-то время соответственно просто там если давайте возьмем по факту сколько это происходит допустим там 20 минут полчаса ну каков к фильме льва там они долго идут нужно дойти до могилы еще пять минут там покурить потупить поговорить что делаем еще минут десять совершить эти манипуляции могут я не знаю железный предмет положить то есть все это короче все это вместе но еще минут 10 они там все толпятся до толпятся мешают друг другу а даже если время и все как пидстоп команда действует все равно занимает равно так честно занимает время далее героиня это видит ну допустим сразу на вид понимаешь что детство обычно вести как показать героиня переживает по этому поводу еще переживает еще как показать и что она делает посмотрите сколько всего должно произойти если мы пишем ну просто от балды интуитивно то мы допустим пишем вот допустим мы пишем давайте уже начнем писать сценарий к эпизод ник там натура кладбище у могилы там день пока не будем писать группа нам деревенские несут отца гроб отца и ставят его на полотенце у могилы сейчас не будет его хранить значит тут опять же это все кадр который вот он идет они идут вы помните фильм льва свозь хвою это начинается так они идут идут и у меня даже где там это есть по ночи с фонарями идут вот ставить на полотенце у могилы наклоняются к нему ему совершают это манипуляции такие манипуляции то есть видите здесь как бы и вот это начинается можем это просто все писать вот это все пишем героиня бессильно наблюдает за происходящим когда церемония заканчивается начинают придать ну пустой могиле там чё-нибудь типа папа то где вот так выглядит бы плохой по моему плохое описание этой истории потому что здесь очень много свободы для постановщика и очень мало конкретики но я просто перечислил все что он делает перечислом диалоги это написал вот это можно можно то есть это же все она она расширяется ты допустим пишешь там деревенские говорит давайте хоронить то есть мы просто диалогами это иллюстрируем как сделать это более интересным для этого нам опять же понадобится не быть перфекционистами и грамотно распределить приоритетами потому что например показать показать что героиня не увидит больше отца очень сложно потому что нужно очень точно четко связать манипуляции с телом и то что он больше не придет это надо объяснять дать зрителю это запомнить это довольно сложно но что по моему было бы легко показать опять же объединяемся к нашему высказыванию о том что нужно подчинять себе национальную культуру и о ее патриархальном устройстве легко показать что все происходит без ее участия и вопреки ее желаниям довольно легко показать и это конфликт то есть нужно показать как героиня хочет это все сделать и показать конкретно то есть лучше всего это сделать что геру героини есть какая-то деталь которая нанесет с собой собой которая для нее важна и зрителю знакома мы увидим видим это и понимаем зачем она нужна в нашем случае этой деталью могло бы стать хлеб и молоко хлеб и молоко могло бы стать такой деталью то есть если мы видим если мы если во время похорон мы видим героиню с хлебом и молоком в руках мы понимаем а мы знаем что этот хлеб и отец поставил и мы знаем что он это любил мы понимаем что скорее всего она собирается его этим ну ему это так с ним попрощаться да чем это не очень понимаем так мы видим ее ну да да мы так и понимаем что она собирается с ним так прощаться каким-то образом вот и конфликт да с видимо она собирается она собирается это съесть на его могиле и поделиться с ним это ее представление похорону похоронить и пообедать с отцом после а что происходит а деревенские хоронят его ничком хоронят его ничком там кстати есть важная деталь что кто кто ничком похоронен тот становится становится старостой на кладбище так деревенские хоронят его ничком забивают осиновый кол кладут в рот железку ну давайте чтобы я знаю что это немножко не по правилам будет давайте мы разделим кладут в рот железку закрывают гроб кладут кровь могилу на гроб на гроб они на могилу кладут сломанную сковороду закапывают гроб вбивают кол там где грудь сыпят семена вот сыпят семена значит после этого уходит есть такое понятие как header blow мы говорили об этом яркий конец и яркое начало яркий конец после этого уходит я бы здесь сделал такую деталь что они не прощаются с ним потому что он уже не их не слышит он уже не придет больше вот чтобы я бы сделал то есть героиня в конце да а ей говорят он не слышит это мог можно быть финальным диалогом сделать что здесь было бы вот я сейчас подумал что было бы интересно значит у меня значит здесь тут какая штука если мы вот эту штуку то есть если она попрощается с ним по-своему параллельно с ними то это будет какая-то херня можно сделать что она попрощалась с ним а потом его похоронили с отцом по-своему а потом его похоронили так что тут лишнее значит это можно диалогом сделать значит конфликт с чем как хоронить как прощаться мне кажется что был бы классный хедер над героиня то есть у нас же высказывание подчинение себе национальной культуре вот она это фактически и делает хлебом и молоком у могилы отца откусывает хлеб он немного крошит в могилу немного льет молока молоко впитывается в землю кадр поворачивается назад там стоят все деревенские на изготовке он отходит он и отходит вставит бам гроб одновременно Деревенские вставляют в рот железную, я не знаю что, скобу, закрывают, деревень уходит, дыщ, дыщ, дыщ. Переволачиваю. Кров. Уголачиваю. Долгий момент с тем, что его ставят в могилу, кладут в сковороду. То есть либо сразу, либо перебиться на финал, вбивать осиновый кол, либо просто забить. Ну типа, надо ли это показать? Опа. Да, да, да. Значит, эта сцена... Ну то есть получается, что если я сделаю все эти манипуляции, сцена будет о том, что героиня стоит и смотрит на это. Так ведь? Это скучно довольно. Это на графическая зарисовка. Не, надо что-то делать, он же герой. То есть приходит на кладбище, ставит гроб рядом с могилой. Герой не стоит. Не наблюдает. Что там приговаривают, да? Где-то... Находился. Слежи уж. Никуда не ходи. Людей. Пугаюсь. Ну то есть, сцена о том, что героиня смотрела. А в итоге... Отцу могилу положила поесть и попить. Да, можно так сделать. Накормила его. Да, то есть она как это? То есть она, она изначально взяла хлеб и молоко. Или она придумала это в процессе. Не выдержав горя. Я думаю, что она придумала это в процессе. Соответственно, у нее ничего нет с собой. Так. О чем у нас получается сцена? Какое она место занимает? Еще раз возвращаемся к битшиту. Отца хоронят лицом вниз, чтобы не ходил. Можно это в скобочки поставить, чтобы сохранить, чтобы не ходил. Что тут мешает? Ребята. К слову про феркционизм. Очень мешает, что манипуляция. Похоронить лицом. Похоронить ничком. Феркционизм. Очень сложная. И совершается. В самом начале. А. 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 Ее так сложно показать. А. Надо вынести. Переворот. Покойника. В сцену раньше. гроб закрыть дать гроб закрыть раньше да не раньше нельзя его на плавище с попрощали закрывают в общем из-за того что все это делается определенным образом изменить это нельзя поэтому мы сделаем сцена будет точно такая вот такая будет сцена у могилы дышь 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 кол вбивается в могилу деревянным поликом сыпется сыпется семена походил уж хватит ты уж не гоняй а нас не трогай ты теперь староста промочит героиня уточнить мать стоит брат так вбиваю топориком на пол усердни мюнские уходят не прощаюсь с нагилой героиня подходит раскрывает узелок достает хлеб и молоко ставит на могилу мать аккуратно берет за руку за руку ну что-то типа ну что-то типа малок не 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 Зачем? Зачем геронику берут? Иду для... Иду для... Тут можно интересное ставить. Еду для, там, условно, живых. Оставляют. Отец теперь навсегда в земля. Вот. Вот такая сцена. Значит, чего тут не хватает? Так, ну это этнографическая зарисовка у нас. Конфликта бы надо. Вот конфликт только в конце появляется. Ну, конечно, с этим уже можно работать. Здесь понятно. То есть героиня пришла... Естественно, это с точки зрения героини. Героиня... Намет в руке свой узелок. Вот здесь, наверное, я не знаю, насколько это точно. Возможно, они прощаются с могилой. Но мне надо, чтобы не прощались, потому что иначе никто не поймет, что произошло. И плюс здесь надо написать, перевернуть туно в другой сцене. То есть, что мы сделали? Мы полностью убрали весь процесс похорон. Мы полностью убрали все похороны. Почему? Потому что героиня на них не действовала. А что такое действовать? Действовать... Это действовать против обстоятельств. Никакие обстоятельства похорон героини действовать. Ну, она ничего сделать не может. Потому что ее цель это не в том, чтобы отца оживить, например. Тогда она могла бы там вмешаться, не трогать и не лезть. Ее цель с отцом общаться. И вот мы показали, что она хочет общаться. У нее этот узелочек с этим молоком, хлебом. Они там сделали свои дела. Подходит, развязывает узелок, доставит хлеб. Мать куда-то наберет за руку. Зачем? Берегись. Типа, она все сделала не правильно. Вот. Вот такая у нас будет сцена. По-эпизоднике. В чем разница между по-эпизодником и сценарием? Я думаю, объяснять не надо. Потому что сценарий еще меняется. По-эпизодник это когда... Ну, вот типа понятно, что более-менее происходит. Вот, конфликт понесен. И через что я буду его делать. Так, теперь мы перейдем к разбору ваших работников. Вот. У нас на это есть еще время. Времени полно. Вот. Я... Извините, если я кого не... Ну, типа я просто понимал, что довольно много времени все это уйдет. И я всех не хочу. Вот кусочки я взял четыре. Дима, Дарли, Люда и Рима. Кусочки. Рима. Перед тем, как появлялся в детском. Потом появлялся братик. Мать наставляет Герине. Пока не смеешься, что он говорит вещи. Значит... Хорошо. Мама сбегает дом. Там все прибрано. Мама подносит свою. Пошли. Покажу, где кито. А у меня эрки его называют. Не отставай. Пора учиться отцовским делом. Сцену со сборными вещами. Можно повторить. Кто-то разбрасывает. Думает, отец в пути. Там мать недовольная половина. Дочь отсчитывает ее. Значит... Что здесь есть? Давайте разберем. Давайте разберем по конкретике. И что тут, значит, есть. Это у нас дом. Дом. То есть, что... Начинается, что мама... Там... Мама... Строжит. Там... Грозит пальцем... Грозит. Пальцем. Грозит. А, видимо, это еще и... Комната. Мать. Мать хочет, чтобы она прибралась. Может даже... Говорит. Выражает, что не пустит гулять. Дальше что? Забегает дома. Там все прибрано. Так. То есть, это не ма... Это у нас не... Это не дом. Это у дома. Мать грозит пальцем. То есть, это у дома. Мать... Героиня что-то делает. Героиня собирается... В поход. Что он там? Примеряет... Костюм... Пчеловода. Мать... Мать... Мешает ей... Требует... Чтобы она... Вернулась. Потому что в комнате не придана. Потому что в комнате не придана. Что героиня делает? Героиня... Бежит в дом. В дом. В дом. В дом. В сайт от натуры. В дом. В комнату героиня. Героиня... Забегает... В комнату. И видит абсолютно... Чистоту... И порядок. Мам. Мама это что...? Что это значит? Что она хочет? Ааа... Она удивлена. здесь нужно отыграть, она удивлена, она удивлена, оглядывается по сторонам, отец улыбается. Значит, вот так и выглядит эта сцена. Можно, допустим, добавить blow, что мать заходит, и такая, типа, ох ты какая, ну типа мнимо сердится, и что получается она делает, там грозит отцу совсем разбалуешь, да? Ну идите. Вот, ну вот так будет выглядеть примерно эта сцена. Почему вот это лишнее? Потому что мы и так это узнаем. Ну, то есть, если мы не увидим этого в следующей сцене, зачем об этом говорить? Вот. Да, тут понятно, нужно показать, что она... Ну, соответственно, мне это не очень подходит, Римма, потому что, чтобы мне это показать, мне нужно показать, что она хочет этим лес. чтобы сцена сыграла. А у меня весь конфликт на том, что она лес идти не хочет и... Ну и поэтому все это делает. Она бунтующий подросток. В отличии от младшего послушного. Вот. Ну, в принципе, это... Ну, то есть, можно это добавлять. Ну, тогда да, тогда, получается, нужно это добавить, потому что нужно понять, как мать на это своей герою. Например, можно тогда добавить такую сцену, что над... У дома... Героиня... Гордо... Вышагивает. А я уже все убрала. Вот. Эта сцена хорошо работает, если героиня идет куда-то, куда она хочет идти. Тогда, типа, понятно, что отец на ее стороне, мать против ее стороны, и тогда нужно понять, куда она идет. Но в нашей истории эта сцена... Хорошая вздумка. Но в нашей истории эта сцена не подойдет. Так зачем это убрал? Вот. Да, упрощает. Не пустить. Потому что конфликт. Конфликт. Героиня хочет куда-то идти. Мать мешает ей туда идти. Отец помогает ей справиться с задачей матери и... Помогает ей справиться с задачей матери. И... Пойти куда она хочет. Это бы сработало... Как в фильме... Даррели... Где он на дискотеку пошел. То есть, по биту, бит, мать запрещает героине идти на дискотеку, потому что у нее в комнате... Бардак. Отец убирается в комнате героине и помогает ей уйти. Вот. Примерно так должна выглядеть эта сцена. Поэтому... Диалоги писать... Последнее дело вообще... Диалогов от этого делок вообще не нужен. Потому что тут так все понятно. Тут, по сути, только мать может что-то сказать. Задать. Типа... Никуда не ходи. Никуда не пойдешь. В комнате бардак. Вот. Тут же, опять же, можно развивать. Что... Пойду уберусь. Тогда просто... И... Просто... Время сэкономим. Это плохо. Тогда получается... Если она... Мы должны знать... Мы должны знать... Что если... Она... Будет долго собираться... Что если она уберется... Не попадет куда надо. Например... Вот едет автобус... Героиня... В легком... Платье... Выбегает... Мать тормозит. Никуда не пойдешь. Отчаяние. Героиня... Ползет... Домой. В комнату... В которой... Бардак. Видит, что не бардак. Пастор... Радость... Бежит... На автобус... Там... Ну... Успевает. Вот... Вот... Примерно так. Смотрим дальше. Может... Лису... А не разложится на поляне. Отец... Отломит каждую покорник. И может добавить... Вроде... Седа... 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 Значит, чтобы героиня чувствовала себя очень защищен, должна быть какая-то опасность. Чтобы это было понятно. То же самое. В сцене... Ну, вот у Рима здесь очень четкий есть конфликт. Можно... Ну, то есть можно его развивать по-разному. Это хорошо. Здесь конфликт не очень понятен. Это этнографическая зарисовка. Если это этнографическая зарисовка, я бы с ней поступал как... Я поступил со своей этнографической зарисовкой. В общем, убрал ее. Потому что там нет конфликта. Нужно, чтобы был конфликт или поступок. Поэтому мы ищем... Давайте попробуем найти здесь конфликт или поступок. Или поступок. Таких я тут не вижу. Вот. Разве что конфликт... Кому достанется... Последняя корка хлеба. Или там... Мед. Мед, да. Ложка. Тоже можно по-разному это разрулить. Например, если это смешно, то брат с сестрой спорят, кому достанется последний мед, а отец съедает его сам. Да. Смешная сцена. Все недовольны. Или выбрасывать... Ну, выбрасывать мед не пойдет. Сам съел, короче. Вот. И начал за ними гоняться. Они от него бегают и хохочут. Ну, вот примерно так. То есть, начинается сцена. Дети. Увлеченные. Увлеченные. Медом. Остается одна ложка. Брат хватает. Сестра хватает. И съедает. Мё, моё. Отец льтом хватает ложку и съедает мед. вот ну как то так в нашей истории героини не она не ровесник отца с братом она его старше почти два раза два раза в три почти 16 6 и ну такая сцена вряд ли возможно потому что она подросток а он ребенок и этот мед нафиг не нужен вот но ищем конфликт или поступок нет конфликта или поступка окей ладно ищем другое нас выкидываем сцену вообще значит начинают собирать ягоды на елуда брат сюда ягоды крупные брата ходят тюрни течелев значит к перья повсюду кровь ягоды я знаю откуда теперь я показываю на куала может нести пошире накажу подрядом значит что самое в этой сцене неправильно эта фраза что-то тянет его туда я не знаю как это показать и что это вообще такое нет такого значит они собирают ягоды да и это у тебя забрал позитом значит да иди сюда ягоды крупнее значит получается где отец кто сказал им что туда нельзя значит в бите этой сцены героиня нарушает табу не входить вот и ее брат пропадает соответственно в этот этаку по бит у тебя здесь бит в чем бит что бит брат сообщает героиня что есть варшудная коробочка вот такой бит но я не очень понимаю зачем он перья повсюду кровь и ягоды да страшно прикольно бла-бла-бла дедушка рассказал чё он рассказал как бы зачем нам эта информация нас важно что героиня нарушает табу в лут входить нельзя она входит и брат пропадает после этого вся история крутится вокруг того вокруг и чувство вины за нарушение табу а на самом деле ей нужно перестать вообще считать что она что-то плохое делает вот такая вот история так что да здесь но опять же тебе нужно понять что ты хочешь сказать сформулировать на строчке и тогда ну типа будет проще писать потому что сейчас не очень понятно он показывает куда он рассказывает а очень много информации приоритетов нет при этом есть перфекционизм то есть уже решила что там ягоды и вот это должно быть вот нужно как бы четко понять что произошло пока что тебя вот так брат сообщает грине что и что в куале есть в родовой куаля есть варшрутная коробочка зачем она ему ей или нет это надо понимать когда поймешь тогда и уже диалоги там и кровь и ягоды все остальное тоже понадобится дима воспитание не позволяет открыться пред психологом это значит психолог и не подходит странно но я понял замечание почему он не нашла настоящего либо воспитание это прикрытие ну это уже как это странно не знаю что это такое показатель пришла за таблетками шторкоманка вот ну ладно ты предложил несколько вариантов вот давай разберем то что ты сам написал и попробуем понять предлагаю беседе психолога рассказать все необходимое что не показали не объяснили зрителя время кошмарного сноггерения который последнее время стал проходить уже каждую ночь значит в этой с в этой одной фразе целый сценарий а не одна сцена ну типа ты предлагаешь рассказать диалогом всю информацию вся информация должна быть картинкой который так все понятно диалог просто сопровождает ее или ну подчеркивает какие-то моменты диалог неравноправный с картинкой элемент сценария психолог давно помогает наладить героиню личную жизнь но героиня каждый раз утаивала детали из прошлого и только сейчас когда состояние решается решать все рассказать чтобы это показать нам нужно как минимум две сцены первое героиня утаивает но мы знаем мы знаем что она утаивает вторая героиня не утаивает то есть информация которую мы должны донести зрителю а еще вторая значит подожди тут еще третья сцена ее состояние ухудшается героиня не утаивает вот 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 такие вот три бита в одной в одной твоей фразе они в литературе в литературе который диалог кажется литературой кажется что кажется что если в диалоге что-то сказать то зритель это поймет на самом деле нихрена он не поймет ничего не поймет на слух мы воспринимаем там что-то 7 процентов до информации а в кино еще меньше диалог вообще то есть диалог вообще может не быть все так должно быть понятно то есть какие-то какая-то что-то там такое где-то как фон там не знаю как звук может быть если вся сцена на диалоге это плохая сцена в худшем случае в лучшем случае можно сделать конфликт в сцене тогда диалог оправдан если герой спорит но ты не показал о чем они спорят поэтому как бы ну чё почему то всякий психолог хочет из нее вытащить правду почему она в нее влюблена она что она такая одержимая фанатичка типа если лишь это ее работа ну значит на денег хочешь заработать ну хоркей рассказывайте пожалуйста я слушаю она готова выслушать выслушать но не готова ну типа тащить из нее клещами так ведь а героиня ничего рассказывать не хочет чем конфликт конфликт может выйти если героиня хочет рассказать а психолог не хочет слушать потому что на деньги отрабатывать и кстати я не знаю почему ты так резко высказываешься по поводу того что это значит что психологи не подходит ну да ясен пень ну в этом то и суть мы делаем те сцену типа вот такой и у нас мы показываем как и одиноко и плохо живется ну давай рассказывать историю про счастливых людей в чем история это будет когда у героини хорошая работа счастливая семья хороший психолог и ей повышение предлагают ну и чё и долго мы будем про это смотреть ну типа да и тут ее хотят убить тогда будем у нас не в этом же история она же собственно и убить то толком и не хотят на самом деле вот так что психолог сейчас понимает не буду только сейчас понимает бла-бла-бла-бла почему он вообще хочет ей помочь ну то есть типа он деньги отрабатывает ну ладно нахера одну типа ну ладно расскажет помогу не расскажет не помогу как бы делает замечание героине потому что долгие годы их ну вот опять же у тебя психолог у тебя психолог такой мега увлеченный человек которому вот взять хлебом не корми а вот надо дай помочь пациенту ну хорошо такой человек есть но тогда опять же сейчас же без таблетки не пойти как бы сцена о том что о том что героини дают таблетки ты же сам сказал что это фиговая сцена сам же ты же сам это сказал не здесь другом месте для плохая сцена если просто эта сцена то что и дают колеса чё за говно правильно сказал молодец но сам же сделал об этом же сцену как бы не надо сцена она не о таблетках и дима она не было таблетки сцена том что героиня очень одинокая и закрытая поэтому да у нее такого то на такие выбора делали одинокие и закрытые соответственно чтобы был конфликт делай конфликт соответственно вот там психолог не увлеченный человек ей достался круг ну там закрытый пациент пациент что здесь ты можешь сказать тут герой психолог она действует как бы ноги и пиши про психолога наши героини героини но если героиня не хочет не хочет раскрываться а психолог не тащит нахеранок не ходит извините нахеранок не ходит вообще понятно что такая сцена тоже не может быть она же не психушки не прикрепленного не обязанности нет же она же не harley queen не джокер не на реабилитации можно сделать на реабилитации напомнимая герой поэтому остается только одно что героиня ходит психологу потому что поговорить не с кем психолог просто деньги деньги отрабатывает вот те конфликт и по-человечески не может и не должен по обязанностям героиня подругу ищет а психолог просто профессионал на деньги вот что я быстро из сцены взлёк я переделал по-другому я когда допишу увидишь как я это сделаю ту же самую сцена и ту же самую мысль вот это бит ну так условно понятно что можно повыше стабилировать соответственно отбитая идут диалоги она приносит там приносит психологу подарки подарочек какой-то психолог отвергает отвергает вот вот такие вот вещи и вокруг этого диалог а почему вы не хотите взять мой там мед потому что блять я профессионал я не беру там взятки вы мне платите для одну не подруги ну чего вы так сразу говорите ну вот вот такое вот понимаешь вот вот такая история вот уже час идет лекция вот так что я ее завершаю спасибо за внимание будем дальше думать как и чё я сейчас буду сейчас работаю над по эпизод ником и когда он будет готов мы будем этом чем советоваться решать вот до воскресенья всем пока спасибо за просмотр! Продолжение следует...